Глава 2. Мое второе интервью. В следующем интервью мне сказали задать инопланетянке только один вопрос. База воздушной армии в Розуэле, 509. Предмет. Интервью инопланетянина, 10-7-1947. Вопрос. Почему вы прекратили общаться? Инопланетянка не могла общаться с ними, потому что они боялись ее или не доверяли ей. И мне ясно, что инопланетянка знает, что некоторые люди имеют какие-то секретные намерения и скрывают их реальные мысли. Для меня одинаково очевидно, что в этом отношении у инопланетянки нет даже крошечного страха перед нами или чем-либо еще. Личные сообщения Матильды о Донал Маккелрой. Я обдумывала слова, которыми я хотела описывать значение мыслей инопланетянки, очень тщательно прежде, чем сообщила стенографистке и людям, которые ждали с тревогой в другой комнате. Лично я вообще никогда не чувствовал страха или недоразумения инопланетянки. Я была очень-очень любопытна и взволнована всем, что могла изучить о ней. Однако, как у инопланетянки, у меня не было большого доверия или уверенности в агентах или авторитетах, кто контролировал мои интервью. Я не имела понятия об их намеренных к ней, однако я уверена, что офицеры были очень озабочены наличием инопланетного космического корабля и пилотовых руках. В тот момент меня больше всего беспокоило то, как мне более ясно понимать мысли и идеи инопланетянки. Я думаю, что как телепатический приемник я выполнила все вполне прилично, но не столь хорошо, как телепатический передатчик. Я отчаянно хотела найти лучший путь общения с инопланетянкой, который позволил бы растущему легиону правительственных чиновников понять ее более непосредственно, без необходимости полагаться на мою интерпретацию ее мыслей. Я не чувствовал себя достаточно квалифицированной, чтобы действовать как переводчик. Все же я была единственным человеком, с которым стала бы общаться инопланетянка. Таким образом, от меня зависело выполнение этой работы. Я также поняла, что это было вероятно самым большим событием в истории Земли и что я должна гордиться причастностью к этому. Конечно, к тому времени весь инцидент официально отрицался в прессе и прикрытие огромным количеством вооруженных сил и силовиков уже началось. Однако я начала чувствовать давление, ответственность за то, чтобы быть первым человеком на Земле, насколько я знала, который общался с внеземной формой жизни. Я думаю, что знаю, что должно быть чувствовал Колумб, когда он обнаружил новый мир. Но я собираюсь обнаружить полную новую, неизведанную вселенную. В ожидании следующих инструкций от моих начальников, я пошла домой в сопровождении нескольких очень вооруженных военных полицейских. Меня также сопровождали несколько других мужчин, одетых в черные костюмы и галстуки. Когда я проснулся утром, они были все еще там. После завтрака, который был принесен мне домой, они сопроводили меня назад в офис на базу, которая использовалась для интервью. Глава третья. Мое третье интервью. Личные сообщения Матильды О'Донелл Макенрой. Третье интервью и все последующие интервью, которые я имела с инопланетянкой, наблюдались и регистрировались, как я упоминал выше, десятками других людей. Хотя они физически не присутствовали, они наблюдали и специальные соседние комнаты, зеркальным окном, пропускающим свет в одну сторону, через которое можно было наблюдать интервью, не беспокоя инопланетянку. Инопланетянка была перемещена в эту, недавно сделанную комнату и усажена на обычный мягкий стул, покрытый цветочной тканью. Я уверена, что кого-то послали в город, чтобы купить стул в самом ближайшем доступном мебельном магазине. Тело инопланетянки было таким же, как тело очень худого пятилетнего ребенка, поэтому она затмевалась стулом. Так как ее тело не было биологическим, оно не нуждалось ни в какой идее в воздухе или тепле, и очевидно, она не спала. У нее не было никаких век или бровей над глазами, и поэтому глаза не закрывались. Я не думаю, что кто-то мог определенно сказать, спала ли она или нет, пока она сидела вертикально на стуле. Если она не двигалась или не жестикулировала рукой, сложно было сказать, была ли она даже жива или нет, если только вы не чувствовали ее мысли. В конечном счете я поняла, что инопланетянка индифицировала себя не телом, а так сказать ее индивидуальностью. Она была известна в своих кругах как Эйру. Это самое близкое слово, которое я могу использовать, чтобы описать имя, используя английский алфавит. Я поняла, что она предпочла женский пол. Я думаю, что мы разделили естественное женское сочувствие и лелеющее отношение к жизни и друг другу. Я уверена, она не чувствовала себя комфортабельно среди боевых агрессивных властных офицеров мужского пола и агентов, каждый из которых был более обеспокоен их собственным личным самомнением и властью, чем с обнаружением Тайны Вселенной. Когда я вошла в комнату, она была очень рада видеть меня. Я испытывала очень искреннее чувство признания, облегчения и теплоты от нее. Это походило на нетерпеливое волнение и безоговорочную платоническую привязанность, которую каждый чувствует от собаки или ребенка, но более спокойным и под контролем. Я должна сказать, что была удивлена тем же самым чувством привязанности к инопланетянке, несмотря на то, что мы провели так мало времени друг с другом. Я была рада, что смогла продолжить свое интервью с ней, несмотря на все внимание, которое мы получали от потока правительственных и военных людей, пребывающих на базу. Было сразу видно, что люди, которые написали следующую серию вопросов для меня, хотели понять, как общаться с инопланетянкой самостоятельно, не имея необходимости привлекать меня. Вот ответы на новый список вопросов. База воздушной армии в Розуэле, 509-е, 11-е, 7-е, 1947-е. Вопрос. Вы можете читать или писать на каком-либо земном языке? Ответ. Нет. Вопрос. Вы понимаете числа или математику? Ответ. Да. Я офицер, пилот, инженер. Вопрос. Вы можете написать или нарисовать символы или изображения, которые мы сможем перевести на наш собственный язык? Ответ. Сомнительно. Вопрос. Есть ли какие-либо другие знаки или средства общения, которые вы можете использовать, чтобы помочь нам понять ваши мысли более ясно? Ответ. Нет. Личные сообщения Матильды от Донал Маккелрой. Я была очень уверена, что это не было верно. Но я поняла ясно, что Эйрл была не готова общаться в письменной форме или рисунками, или языком жестов. Моё чувство состояло в том, что она следовала приказам, как любой солдат, который был захвачен, чтобы не раскрывать любую информацию, которая могла бы быть полезной для врага, даже под пыткой. Она только смогла и была готова раскрыть неконфиденциальную или персональную информацию. Официальная расшифровка стенограммы интервью. Совершенно секретно. База воздушной армии в Розуэле. 509. 11.7.1947. Вторая часть. Вопрос. Вы можете показать нам на карте неба звезду вашей родной планеты? Ответ. Нет. Это не потому, что она не знает направление от Земли до её родной планеты. Она не желала показывать местоположение. Это было также вследствие того, что звездной системы её родной планеты не существует ни на какой карте звездного неба на Земле. Это слишком далеко. Вопрос. Сколько времени потребуется вашим людям, чтобы определить ваше местоположение здесь? Ответ. Неизвестно. Вопрос. Сколько времени потребовалось бы вашим людям, чтобы прилететь сюда за вами? Ответ. Минуты или часы? Вопрос. Как мы можем дать им понять, что мы не намереваемся вредить вам? Ответ. Намерения ясны. Понимают ваши мысли, представления, чувства. Вопрос. Если вы не биологический объект, почему вы относитесь к себе как к женщине? Ответ. Я создатель. Мать. Начало. Личное сообщение Матильды от Донал Маккелрой. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы закончить. Я поняла тогда, что у нас могут быть серьёзные проблемы, если инопланетянка не была готова сотрудничать или давать любую информацию, которая, как полагают, была бы полезной для вооружённых сил или спецслужб или учёных. Я была также уверена, что инопланетянка была очень уверена в фактических намерениях людей, которые написали эти вопросы, поскольку она могла прочитать их мысли так же легко, как она могла прочитать мои мысли и общаться со мной телепатически. Из-за этих намерений она не желала и была неспособна сотрудничать с любым из них, в любом случае при любых обстоятельствах. Я полностью уверена, что так как она не была биологической формой жизни, не было никакого вида, пытки или принуждения, которое могло заставить её передумать. Глава 4. Языковой барьер. Личные сообщения Матильды О'Доннелл Макенрой. После того, как я объяснила агентам разведки, что я думала о причинах молчания в месте ответов, они расстроились и началась суматоха. Началась очень горячая дискуссия между несколькими офицерами разведки, военными офицерами, психологами и языковыми переводчиками. Это продолжалось в течение нескольких часов. Наконец было решено разрешить мне продолжать брать интервью у инопланетянки, если я бы смогла получить удовлетворительный ответ на её следующий вопрос. 11.7.1947. Третья сессия. Вопрос. Какая гарантия или доказательство требуется от нас, чтобы вы чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы ответить на наши вопросы? Ответ. Только она говорит, только она слышит, только она задает вопросы. Никакого другого. Должна учиться, знать, понимать. Личное сообщение Матильды О'Доннелл Макенрой. Когда я возвратился из кабинета, чтобы сообщить об ответе инопланетянки на этот вопрос, присутствующие агенты и военные восприняли меня мрачно и скептически. Они не могли понять то, что инопланетянка подразумевала под этим. Я призналась, что не могла точно понять, что она имела в виду, но я приложила все усилия, какие я могла, чтобы ясно сформулировать её телепатические намерения. Я сказал офицерам, что, возможно, проблема общения имела отношение к моей неспособности понимать телепатический язык инопланетянки, достаточно ясно для понимания. Из-за этого была настолько лишена уверенности в себе, что почти испытала желание всё бросить. И теперь аргументов против меня было даже больше, чем прежде. Я была уверена, что буду отстранена, несмотря на то, что инопланетянка отказалась общаться с кем-либо ещё, или что никого больше не было найдено, кто мог бы общаться с ней. К счастью, один очень умный парень по имени Джон Ньюбл, который был японским языковым специалистом из американского флота, объяснил и решил эту проблему. Он объяснил, что, во-первых, проблема имела небольшое отношение к неспособности инопланетянки общаться. Скорее, это было больше похоже на её нежелание общаться с любым, кроме непосредственно меня. Во-вторых, для того, чтобы ясно и всесторонне общаться, обе стороны должны были найти общий язык, который они будут понимать и общаться с его помощью. Слова и символы в языках передают очень точные понятия и значения. Он сказал, что у японцев есть много амонимов на их языке, которые создают много беспорядка в повседневном общении. Они решили эту проблему использованием стандартных китайских знаков, чтобы записать точные значения слов, которые они используют. Это улаживает их вопросы. Без определенного набора знаков коммуникации невозможно даже элементарного понимания между людьми и собаками или между двумя маленькими детьми. Нехватка общего словаря ясных определенных слов, которые обе стороны могут использовать взаимно, была ограничивающим фактором связи между всеми, людьми, группами и странами. Поэтому он предложил два варианта. Я должна была учиться говорить на языке инопланетянки, или инопланетянка должна научиться говорить на английском языке. Фактически выбор был единственным. Я убеждаю Эрл выучить английский язык, и я предлагаю это ей под руководством языкового специалиста. Никто не возражал попытки такого подхода, поскольку никаких других предложений не было. Языковые специалисты предложили взять с собой в кабинет несколько детских книг, базовый учебник для начального чтения и текст грамматики. План состоял в том, что я буду сидеть рядом с иностранцем, читать вслух ей книги и одновременно указывать на текст, который я читаю так, чтобы она могла следовать за ним. Теория основывалась на том, что инопланетянке можно было преподавать чтение, как ребенку дают читать слова и слушать звуковые ассоциации с написанным словом, так же, как рекомендуется в базовой грамматике. Я думаю, что они также приняли во внимание, что если инопланетянка была достаточно умна, чтобы общаться со мной телепатически и пролететь на космическом корабле через галактику, то она могла, вероятно, она сможет научиться говорить быстрее пятилетнего ребенка. Я возвратилась в кабинет и предложила эту идею Эрлу. Она не возражала против изучения языка, хотя также взяла на себя обязательство отвечать на вопросы. Ни у кого больше не было лучшей идеи, таким образом мы пошли вперед. Глава пятая. Чтение уроков. Личное сообщение Матильды О'Доннелл Макелрой. Я начала уроки чтения с первых страниц школьного учебника, который использовался, чтобы учить детей-переселенцев на границах Америки в 1800-х годах. Это называют учебник МакГафи с первого по шестой. Так как я медсестра, а не учитель, языковой эксперт, который дал мне книги, также провел со мной обширный курс обучения, занявший весь день о том, как использовать книги для обучения инопланетянки. Он назвал причину, по которой он выбрал эти особые книги. Она выбрала потому, что оригинальная версия этих книг от 1836 года использовалась на протяжении трех четверти столетий, чтобы научить четыре-пятые всех американских школьников читать. Никакие другие книги никогда не имели так много влияния на американских детей так долго. Образовательный курс МакГафи начинается с учебника для начинающих, показывая буквы алфавита, которые будут последовательно запоминаться. Тогда это преподавали детям, шаг за шагом, используя стандартные блоки языка, чтобы сформировать или озвучивать слова голосом, что вовлекает обучающих детей в объединение звука с буквами. Каждый урок начинается с изучением слов, используемых в чтении и с отметками, чтобы показать правильное произношение для каждого слова. Ну, здесь дальше идет вот это описание, как она обучалась, я вот это просто не хочу записывать, очень много, очень долго. Давайте, наверное, все-таки перейдем к вопросам. Вот на следующую главу я перейду. Официальная расшифровка стенограммы интервью, совершенно секретно. База воздушной армии Брозуэлли, 509-24-7-1947. Вопрос, что хотели бы вы сказать, Эйрл, спросил я у нее. Я была частью экспедиционных войск области в этом секторе космоса в течение нескольких тысяч лет. Однако, у меня лично не было близкого контакта с существами на Земле, начиная с 5 тысяч на 965 года до нашей эры. Это не моя первичная функция, чтобы взаимодействовать с жителями планет в пределах области. Я офицер, пилот, инженер со множеством выполняемых обязанностей. Тем не менее, хотя я и говорю бегло на 347 других языках в пределах области, я не была знакома с вашим английским языком. Последний земной язык, который я изучала, был санскритским языком ведических гимнов. В то время я была членом миссии, отправленной, чтобы исследовать гибель базы области, расположенной в Гималаях. Весь батальон офицеров, пилотов, связистов и административного персонала исчез и база была разрушена. Несколько миллионов лет назад я обучалась и служила офицером по исследованиям, оценке данных и разработке программы области. Поскольку я имела опыт в этих технологиях, меня отправили на Землю как часть поисковой команды. Одна из моих обязанностей состояла в вопросе местного населения, которое тогда населяло прилегающую территорию. Многие из людей в том регионе сообщили, что наблюдали в этой области виманы или космические корабли. После логического обзора доказательств, свидетельских показаний наблюдения, так же как и отсутствия определенных доказательств, я привела свою команду к открытию, что это были корабли Старой Империи, из хорошо скрытого сооружения Старой Империи в этой Солнечной системе, о которой мы абсолютно ничего не знали. Вы и я были не способны общаться на вашем языке, потому что я лично не знала ваш язык. Однако теперь, когда я посмотрела книги и материалы, которые вы мне предоставили, эти данные были переданы на нашу космическую станцию в этом регионе и обработаны через компьютеры нашим специалистам по связи. Все было переведено на мой собственный язык и передано мне назад, в нужном мне контексте. Я также получила дополнительную информацию из файлов, хранящихся на наших компьютерах, об английском языке и отчетах области относительной земной цивилизации. Теперь я готова дать вам определенную информацию, которую я чувствую, будет иметь большую ценность для вас. Я скажу вам правду, хотя правда относительно с любой другой правдой. Я хочу поделиться с вами настолько честно и точно, насколько это возможно. Правда, настолько, сколько я вижу это в пределах границ моей честности к себе, к моей расе и не нарушая моих обязательств перед организацией, которой я служу и поклялась поддерживать и защищать. Хорошо, подумала я, теперь вы ответите на мои вопросы из галереи? Нет, я не буду отвечать на вопросы, я предоставлю вам информацию, что я думаю. Будет выгодно для благосостояния бессмертных духовных существ, которые включают человечество. И это будет способствовать выживанию всех бесчисленных форм жизни и окружающей среды Земли, поскольку часть моей миссии – это гарантировать сохранность Земли. Лично это мое суждение, что все разумные существа – бессмертные духовные существа, включая людей. Ради точности и простоты я буду использовать искусственное слово – «я быть», поскольку основная природа бессмертного существа – «я» в том, что они живут в состоянии вне времени, и единственная причина их существования состоит в том, что они решают быть, независимо от того, насколько непритязательно их состояние в обществе. «Я быть» заслуживает уважения и общения, которые каждый хотел бы получить от других. Каждый человек продолжает быть «я», быть, осведомлен ли он этим фактом или нет. Личное сообщение Матильды от Донал Макелрой. «Я никогда не забуду эту беседу. Ее тон был очень сух и бесчувственен. Однако впервые я ощутила присутствие теплой и реальной индивидуальности в Эйрл. Ее ссылка на бессмертные духовные существа ударила меня, как вспышка света в темной комнате. Я прежде никогда не полагала, что человек мог бы быть бессмертным существом. Я думала, что статус или сила была закреплена исключительно за Отцом, Сыном и Святым Духом. И потому, что я набожная католичка и почитаю слово Господа Иисуса Христа и Святого Отца. Я бы никогда не подумала о любой женщине, как о бессмертном духовном существе, даже о Святой Матери Марии. Кроме того, когда Эйрл передала эту мысль, я впервые ярко увидела, что она персонально была бессмертным духовным существом. И мы такие же. Эйрл сказала, что она ощутила, что я была смущена этой мыслью. Она сказала, что продемонстрирует мне, что я также бессмертное духовное существо. Она сказала, будь выше своего тела. И немедленно я поняла, что была в ней тело. Смотрела вниз с потолка, выше головы моего тела. Я также могла видеть комнату вокруг меня, включая тело Эйрл, сидящий рядом с моим собственным телом. С этого момента я поняла простую, но шокирующую действительность. Я – это не тело. В тот момент поднялась черная завеса. И впервые в жизни я поняла, что я не моя душа, а что я – духовное существо. Это было необъяснимым крещением, но тем самым, которое наполняло меня радостью и легкостью, которую я не испытывала никогда прежде. Что касается бессмертной части, я не поняла ее значения, поскольку не всегда преподавали, что я не бессмертна. Дух – возможно. Сколько времени прошло, я не уверена. И Эйрл спросила меня, поняла ли я идею лучше. Внезапно я вернулась в свое тело снова и сказала вслух. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Я была столько озадачена этим опытом, что я должна была встать со своего стула и походить по комнате несколько минут. Я сказала, что хочу попить воды и сходить в туалет, что я и сделала. В туалете я смотрела на себя саму в зеркало. Я освежила мою косметику и выправила свою униформу. Через 10 или 15 минут я почувствовала себя более нормальной и возвратилась в кабинет. После этого я чувствовала, что для Эйрл я теперь была не только переводчиком. Я чувствовала, как если бы я была родственной душой. Я чувствовала, это я была в безопасности, дома, как с любым, с близким другом или членом семьи. Эйрл ощутила и поняла мой беспорядок в понимании личного бессмертия. Она начала свой первый урок с меня, объясняя это. Продолжение официальной расшифровки стенограммы интервью. Да, дорогие друзья, я еще раз прервусь. Хочу отметить, что текст переведен. И некоторая интерпретация, может, даже немножко непонятна, да? Но все-таки общий смысл это не меняет. Кто хочет, тот поймет. Эйрл рассказала мне причины ее появления на Земле. Именно в районе 509 эскадрильи бомбардировщиков. Вышестоящие руководители отправили ее для исследования последствий взрывов ядерной бомбы, который был проведен в Нью-Мексико. В ее руководителе приказали собрать атмосферную информацию, которая могла использоваться, чтобы определить степень поражения радиации и нанесенной вред окружающей среде. Во время миссии космический корабль был поражен молнией, из-за которой она потеряла контроль и попала в катастрофу. Космическим кораблем управляют ябыть, который использует куклы почти таким же способом, который актер носит маску и костюм. Это подобие механического инструмента, через который можно воздействовать в материальном мире. Она, так же как и все другие ябыть, класса офицеров, их начальников, населяют эти куклы, когда они находятся при исполнении служебных обязанностей в космосе. Когда они не при исполнении служебных обязанностей, они оставляют тело и работают, думают, общаются, путешествуют и существуют в использовании тела. Тела построены из синтетических материалов, включая очень чувствительную электрическую нервную систему, на которую каждый ябыть настраивается или встраивается в ее электронные волны, подобранные индивидуально каждой длине волны ябыть, или же настроенные на частоту, испускаемые каждым ябыть. Каждый ябыть способен к созданию уникальной частоты волны, которая индифицирует их, так же как частота радиосигнала. Частично это служит для индификации, как отпечатки пальцев. Тело куклы представляет собой радиоприемник, ябыть. Нет двух одинаковых частот или кукол. Тела каждого члена команды ябыть аналогично созвучны и связаны с нервной системой, встроенной в космический корабль. Космический корабль построен почти таким же образом, как тело куклы. Он четко настроен на частоту каждого члена команды ябыть. Поэтому тарелкой могут управлять мысли или энергия, испускаемая ябыть. Это действительно очень простая система прямого управления. На борту корабля нет дополнительных сложных средств управления или навигационного оборудования. Когда удар молнии попал в космический корабль, он вызвал короткое замыкание и, следовательно, моментальное отсоединение их от контроля за судном, что и привело к катастрофе. То есть, надеюсь, вы поняли, да, то, что вот эти самые тела, это своеобразные аватары, в которых помещена какая-то энергетическая субстанция или через которую посредством каких-то определенных волн, назовем их радиоволн или каких-то других частот, осуществляется контроль и управление как над вот этими аватарами, так и над космическим вот этим летательным аппаратом. Это довольно-таки интересная система. Хорошо она продемонстрирована в фильме «13 этаж», кто смотрел, да? Мне вообще, на самом деле, сейчас материал все больше и больше нравится. Не знаю, как вам. Продолжаю. Эйрл в настоящее время офицер, пилот и инженер экспедиционных войск, который является частью космической цивилизации, именуемой «Область». Эта цивилизация управляет обширным числом галактик, звезд, планет, лун и астероидов на одной четвертой пространства всей физической Вселенной. Продолжающаяся миссия ее организации состоит в том, чтобы охранять, управлять и расширять территорию и ресурсы области. Эйрл рассказала, что их собственные действия были очень похожи на методы европейских исследователей, которые обнаружили и завоевали новый мир, святого отца, папы римского и позднее королей Испании и Португалии, еще позже Голландии, Англии, Франции и так далее. Ну и имеется в виду, конечно, колонизация европейскими странами, других менее развитых стран. Дальше. Европа излекла выгоду из имущества, приобретенного у коренных жителей. Однако коренных жителей никогда не спрашивали и не просили их разрешения стать частью области европейских стран, солдат и священников, которые они отправляли, чтобы получить земли и богатство, продвинуть их интересы. Эйрл сказала мне, что она читала в книге истории, что испанский король сожалел о зверском истреблении коренных жителей его солдатами. Он боялся возмездия от богов, которым он поклонялся, как описывается в различных заветах Библии. Он попросил римского папу подготовить заявление, названное требованием, которое, как предполагалось, должно быть прочитано каждому коренному жителю и вновь прибывшим тоже. Король надеялся, что заявление, было ли оно принято или отклонено местным населением, освободит короля от всей ответственности за происходящую резню и пробощение этих людей. Он использовал это заявление в качестве оправдания, чтобы конфисковать их земли и имущество его солдатами и священниками папы римского. Очевидно, у папы римского по этому поводу лично не было никакого чувства вины или ответственности. Эйрл считала, что эти действия были из-за трусости. И неудивительно, что территория Испании сократилась очень быстро. Спустя несколько лет после смерти короля, его империя ассимилировалась с другими странами. Кстати, довольно-таки логичный вывод, да? Потому как Испания сейчас реально представляет себе маленькую-маленькую страну. Так вот, Эйрл сказала, что такое поведение в области нет. Их лидеры принимают на себя полную ответственность за действия области и не компрометируют себя таким образом. При этом они не боятся никаких богов и не сожалеют за свои действия. Это укрепило мое более раннее предположение, что, вероятно, Эйрл и ее народ – атеисты. В случае необходимости в присоединении земли к области, правители области решили не показывать открыто это намерение коренным жителям земли до более позднего времени, когда это будет удовлетворять их интересам предъявить себя. В течение настоящего времени нет стратегической необходимости делать известным присутствие экспедиционных войск области. Фактически, до сих пор это очень настойчиво скрывалось по причинам, которые будут предъявлены позже. Ну, наверное, сегодня хватит. Надеюсь, вам материал понравился. Кому не понравилось, можете, как говорится, не смотреть, не слушать. С вами был Владимир. Если вам, ребят, материал понравился, то поставьте палец вверх. Это, как говорится, мне поможет сделать следующую серию. Пока. До следующих встреч.